Перед тем, как приступить к переговорам, президент страны Алмазбек Атамбаев посетил мемориальный комплекс и поучаствовал в церемонии возложения венка к мемориалу героям, павшим за единство Грузии. На памятнике высечены 4000 имен, погибших в период с 1993 по 1994 год. Проследовав во дворец президента Грузии Георгия Маргвилашвили, главы государств начали переговоры в расширенном формате. Начатый накануне разговор продолжился и сегодня, сначала в узком кругу, а далее в более широком составе. Напомним, это первый в истории независимого Кыргызстана визит в Грузию. При этом оба лидера отметили, что у наших стран теплые отношения и много общего. Эту встречу можно назвать исторической. Были достигнуты важные двусторонние соглашения. Кроме того, во время переговоров была подчеркнута важность Черноморского региона и роль Грузии в этом отношении. Мы также уделили внимание важности Евразийского транспортного коридора и проектов Великого Шелкового пути. Мы решили углубить взаимоотношения. Грузия – это как мост между Западом и Востоком, который дает уникальную возможность для сотрудничества. Мы готовы предоставить эту возможность и способствовать дальнейшей интеграции. Кроме того, обсудили вопросы в сфере туризма. В свою очередь, Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Кыргызстан многому научился у Грузии. К примеру, президент отметил, что за последние пять лет в четыре раза увеличились сборы по таможне. А также сотрудники госрегистра, опираясь на опыт грузинских коллег, стали намного быстрее выдавать документы. Грузинские руководители, грузинские министры, чиновники бескорыстно делятся своим опытом, помогают нам наводить порядок в стране, проводить реформы. Это же здорово. Это здорово. И я уже сегодня сделал замечание нашему министру внутренних дел, что уже третий министр за пять лет внутренних дел, а ничему, только одно министерство пока не научилось у нас в Кыргызстане. Вот год срока, уважаемый Ашкардин Ушалиев, генерал, но я не думаю, что в МВД чиновники намного глупее, чем в других структурах. Надо учиться. Георгий Маргвилашвили не мог не отметить поддержку Кыргызстана в опросе суверенитета и территориальной целостности Грузии в исторически важные моменты для его страны. В свою очередь президент Кыргызской республики отметил, что все вопросы должны решаться исключительно мирным путем. Военный путь приводит только к тупику. Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны, в том числе для самого Кыргызстана. И, к сожалению, я считаю, что никогда не бывает так, что виновата только одна сторона. Я думаю, что, видимо, были предприняты не все шаги. И, видимо, где-то надо было иногда переступать в свою гордость, в другие вопросы. И нельзя было допускать вот до того, что сегодня мы имеем. Также главы государств вплотную обсудили взаимодействие в сфере туризма и культуры, создание экспортно-ориентированных совместных предприятий и вопросы гидроэнергетики. Главы государств оба признали, что товарооборот в 5,6 миллиона долларов между Кыргызстаном и Грузией недостаточный. Однако для его увеличения есть большой потенциал. Как отметил глава Грузии, в лице Кыргызстана они видят верного партнера. По итогам встречи был подписан ряд соглашений среди них. О взаимной поддержке инвестиций, о сотрудничестве в области образования и науки, о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью. Приглашение посетить Кыргызстан грузинский президент принял с удовольствием, заверив Алмазбека Атамбаева, что при первой возможности нанесет ответный визит. Сегодня, после завершения официальных мероприятий, президент страны Алмазбека Атамбаев вылетел в столицу Армении, Ереван, для участия в сессии ОДКБ. Екатерина Стопкина, Самат Далатахунов, НТС, Тбилиси, Грузия.